Спасибо. Спасибо. Кто хочет прочитать? Она струая, что ли, сегодня? Вас, да. Саша, давай. Давай. Ирина? Ирдели лахтест. Лахтест. Мянгам Ирдели. Мянгам Гульгелем. Вяндаш кандым веслаз. Ольга, вы с нами? Да. Читайте. Да, давайте. Ну вот, новые слова вы здесь увидели. Ирдали и гульгели. Посмотрите, вот эти два слова с окончанием лэ. Ирдали и гульгели. На улицу и на прогулку, да, гулять. Куна, мили. Сегодня мы будем проходить следующий падеж внешне-местный, который вот имеет точно такое же окончание лэ. И возьмём ещё один падеж, аблатив, окончание лпяй. Что эти падежи обозначают? Вот я здесь написала вам два падежа, да, как они образуются и как используются. Первый падеж аллатив называется, вот его вопросы. Кеннелэ, милле. Кеннелэ кому? Милле на что? Окончание лэ. Помните, я говорила о том, что мы с вами начали изучать внешне-местные падежи, и мы изучили первый внешне-местный падеж, который обозначает, отвечает на вопрос на чём, на чём или у кого. Когда что-то лежит на поверхности чего-то, на столе, на подоконнике, на земле, на шкафу и так далее. Вот есть какая-то поверхность, и предмет лежит на этой поверхности, и в русском языке это предлог «на». Следующий падеж уже обозначает движение на что, то есть кто-то что-то кладёт на что-то. Положить книгу на стол, кошка запрыгнула на шкаф, или поставить цветочный горшок на подоконник, то есть есть какая-то поверхность, а предмет перемещается туда. Сейчас я вам нарисую картинку опять, которую во всех учебниках рисуют. Покажу поближе, примерно пока демонстрацию придётся остановить, и сделать вот так, примерно, да. Так, нет. Вид докладчика. Видно меня, нет? Да, видно. Да, показываю. Вот какой-то предмет был где-то снаружи, где-то далеко, и он перемещается на поверхность. Не внутрь, как было в падеже внутреннеместном, да, помните, куна, и было окончание хе-зе, а он перемещается на поверхность чего-то, на землю, на шкаф, на стол и так далее. Вот такой падеж. И тогда у нас окончание лэ. Вот пример, да, как образуется. Мы присоединяем опять это лэ к основе. Стол, основа стола, присоединили лэ, и получилось стол ла лэ, на стол. Чома красивый, основа точно такая же чома, присоединили лэ, получилось чома лэ, на красивый. Ка-жи-кошка, основа такая же ка-жи, присоединили лэ, получилось ка-жи-лэ, на кошку. Но здесь можно перевести не только на что-то, есть ещё второе значение. Кому? Дать кому-то что-то, сказать кому-то что-то. То есть, если, помните, на прошлом уроке падеж обозначал ещё так же у кого-то что-то есть, то здесь вопрос кому, да, ответ кому-то. Дать девочке, например, книгу, или дать кошке молока. Вот теперь посмотрим примеры, три примера я написала. Хэн панэп кирян стола ле. Он кладёт книгу на стол. Ну здесь понятно, да, стол поверхность, мы кладём книгу куда? На стол, на что? К стола ле. Лехтас ланксималия. Лист упал на землю. Лист упал куда? Он не в землю упал, да, поэтому здесь внешний местный падеж. Здесь поверхность, земля, и на эту поверхность падает лист. Лехтас ланксималия. Минамианан рандале. Я иду на берег. Опять же, берег, в общем-то, это некая поверхность, да, и мы идём на что? На берег. Тоже в русском языке, обратите внимание, здесь опять углок на, но есть какое-то движение, да, что-то. Можно привести ещё такой пример. Давайте я сюда напишу, потому что я не сразу, да, подумала о том, что здесь не чуканье, андап. Ну, предположим, нам знакомое, да, слово кирьян. Девочка даёт книгу, кому, другу, все бы проникали. Вот, посмотрите, опять, да, кому, все бы проникали. В прошлые занятия, когда мы изучали падежи, я подробно расписывала случаи употребления, да, когда употребляется и так далее. Здесь я этого делать не стала, потому что здесь их не так много, их запомнить очень легко. Кому или на что? Только два случая употребления. Все примеры у вас есть. И поэтому я решила сегодня взять сразу и второй падеж, облатив, потому что в нём тоже не так много значений. Использование, случаев использования не так много. В облативе вопросы кеналпяй, от кого, или милпяй, с чего, и окончание здесь будет лпяй. Опять у нас есть какая-то поверхность, я сейчас опять нарисую. Есть какая-то поверхность, на этой поверхности что-то лежит, какой-то предмет, и он с этой поверхности уходит. Покажу, демонстрацию. Вот он был на поверхности чего-то, да, книга, неважно что, и он оттуда уходит со стола, с земли, со шкафа и так далее. То есть он был не внутри, а на чём-то. Понятно? Да. Хорошо, давайте посмотрим образование. Опять же присоединяем, все окончания всегда присоединяются к основе. Это легко. Стол, основа стола, присоединили лпяй, получилось стол лпяй. Чёма красивый, основа чёма, присоединили лпяй, получилось чёма-алпяй. Кажа кошка, кажа основа такая же, присоединили лпяй, получилось кажа-алпяй. Примеры. Мы идём домой, кодихи, домой, рандалпяй, с берега, то есть мы были на берегу, берег это какая-то поверхность, плоскость, в общем-то, и мы оттуда уходим, рандалпяй. Минаотан лехтикун стол лпяй, я возьму или я беру тетрадь, откуда, со стола, она была на поверхности стола, она не в столе была, не внутри, а на поверхности, и мы её оттуда взяли. Кажа хюппи шкафа лпяй. Вот здесь смотрите, кошка прыгнула со шкафа, она именно сидела на шкафу, наверху, на поверхности, да, не из шкафа она выпрыгнула, а выпрыгнула со шкафа. Вот этот лпяй обозначает такую поверхность. Как вы видите, в этих трёх падежах, которые мы изучили, три последних падежа, почему они и называются внешне-местные, потому что речь идёт о какой-то поверхности. То ли на этой поверхности что-то было, то ли с этой поверхности что-то отсоединяется, уходит оттуда, то ли наоборот, на эту поверхность что-то кладут или кто-то приходит и так далее. То есть есть движение или нет его, но обязательно мы говорим о том, что было что-то на поверхности, не внутри, как было во внутренних местных падежах, да, внешне-местные падежи, все отличаются именно этим. И окончания, как вы заметили, они все начинаются на букву л, да, было стола л на столе, если на стол положить, то стола ле, а если со стола, то стола л пяй. Вот запомните такую три рядом, допустим, существительных, да, стола л, стола ле, стола л пяй. На столе, на стол, со стола. И внутренние местные, извините, падежи, там наоборот было окончание эс, помните, да, эс пяй, шпяй и так далее. Хе-зе, ну, хе-зу-гэ, да, не такая. Но вот эти падежи, их легко запомнить. Эл, ле, л пяй. Их обычно все вместе проходят, но у нас короткие уроки, поэтому я решила их все-таки разделить. Давайте потренируемся в образовании. Я опять сделала таблицу, и вам нужно ее запомнить. В первом столбике слова, здесь разные слова, здесь не только существительные, здесь еще и местоимения. Их нужно, некоторые нужно запоминать, поэтому специально выписала их, чтобы вы запомнили, да, их. Второй столбик, мил и кеннел, кел, мил, кеннел и кел, это одно и то же, поэтому скобка. Второй столбик, на чем и у кого, третий столбик, милпяй и кеннелпяй или келпяй, с чего или от кого, да, взять от кого-то, но это очень тоже редко достаточно, но просто лпяй присоединяем. И третий столбик, это милле, кеннелле, келле, на что или кому. Давайте попробуем поизменять слова и переведем их. Минуточку посмотрите на эти слова глазами. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте заполнять. Стол на столе, как скажем? Столол. 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 Со стола, взять со стола. Столол пей. Столол пей. Так, что-то не работает. Вот, столол пей. Со стола и на стол положить, например, на стол. Столол ле. Столол ле. Столол ле. Столол ле или столол ле? Столол ле. Дальше. Опен дай. Хотя вы услышите, конечно, и столол ле, и столол ле. Я привыкла говорить столол ле. Я привыкла говорить столол ле, как слышала с самого детства. Но столол ле тоже вы можете, как в некоторых дилектах, услышать. Опен дай. Основа опен дая. Опен даял. Опен даял. Почему сюда, в эту таблицу? Опен даял, да, да. Опен даял кеннел, мил кеннел, да, здесь вопрос кеннел, у кого? Опен даял пей. Опен даял пей, правильно. Ну и кому? Учителю. Опен даял. Ле. Опен даял. Прихайни. Прихайже основа. Кеннел. Прихайжил. Прихайжил у мальчика. Прихайжил пей. Прихайжил пей. Кому? Это что это? Это мальчику? Нет, от мальчика. Это у мальчика. От мальчика. С мальчика или от мальчика, да. Но мы сейчас тренируемся в образовании, сложно достаточно перевести от мальчика, как. Прихайжил пей. Ну, взять что-то от мальчика, в принципе, можно. Привет от мальчика, нет? Да, привет от мальчика, например. Прихайже кому? Прихайже. Прихайжил пей. Прихайжил пей. Так, катус, крыша. Основа катусе. Катусел. Катусел на крыше. С крыши. Катусел или катусел? Катусел. Катусел пей. Катусел. Катусел, катусел пей. С крыши и… Катусел пей. Катусел. 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 Тут «Э» поэтому в конце. Катусел. Катусел. Катусел, катусел пей, катусел. Далее, Rand. Randall. Randall. С берега. Рандалпей. Рандалле. Рандалле. На берег, да, Рандалле? Окс, Светка, на ветке. Оксал. Светке. Оксалпей. Оксалпей. Оксалпей, на ветку. Окса. Оксали. Оксали. Хорошо. Ма. Земля. Основа такая же. Ма. Ма. На земле. Малпей. На землю. Мали. Мали. Ну, теперь самое сложное. Место имения. Давайте. Вспоминайте. Мы с вами проходили это уже? Миней. Как сказать у меня? А? Минай. Совершенно верно. Минай. Давайте сначала по знакомому пойдем. У тебя? Синай. Синай. У него? Хянел. Хянел. У нас? Мейл. Мейл. У вас? Тейл. Тейл. У вас? А у них? Тейл. 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 Нецел. Запомните это. Нецел. Это что? У этого? У этого, да. У этого мальчика. Нецел. Прихайжал. Например. Вот оно что. Да. Эти слова, эти места имения, они все изменяются тоже по дежам. У нас было с вами нецел. Помните? Нецелом. Это мальчик. Нецелом. Прихайжал. Нецелом ходи. Это... О, нецелом перед, да, у нас было. Это дом. Вот это нецел, оно может стоять перед существительным также и быть рядом с ним, да? Нецеприхайня. Этот мальчик. Или этот год. В этом году, например. А просто не может быть нецепри... Этот самый... Этот мальчик нецеприх... Может быть нецеприхайня. Нетцеприхайня. Этот мальчик. Этот мальчик. А если ты хочешь сказать у этого мальчика, то тоже надо изменить. И нецеприхайня. И нецеприхайня. А вспомните... Давайте, вот как вы скажете в этом году, кстати? Тял водил. Тял водил, да. А если со словом нецеприхайня? Точнее мы со словом нецеприхали. Нет нецеприхайня. Нецеприхайня. Нет нецеприхайня. Совершенно верно. Вспоминайте, на прошлом уроке мы говорили, что эл мы присоединяем к слову водки, если хотим сказать в этом году, да, или в каком-то другом в году, да, в каком-то году, в прошлом году, там, и так далее. Водил. Да, помните? мы изменяем так, что еще? Времена года с этим же окончанием, если мы хотим сказать осенью, сюгерзел, зимой, тальвил, кезал, летом. И мы изменяем, что еще? Дни недели мы так не изменяем. Месяца мы тоже... Месяца? Нет, месяца тоже с... С буквой С пишем. А, утром, днем, ночью, вечером. Спасибо, да. Время дня. Утром хоминдесел, эхтал вечером, пяевел днем, и год тоже здесь, водел. Поэтому скажем в этом году или тял водел, или нецел водел. Я напишу сюда. Вот так говорят, тял водел. А еще говорят нецел водел. Нецел водел. Ну, давайте теперь разбираться со следующим падежом. Облатив. Вот здесь надо запомнить. Ми, наи, пяй. Напишите себе. Ми, наи, пяй. Очень редко это, конечно, в устреце, но знать, наверное, надо. Си, наи, пяй. Вот эти два изменяются не по правилам, а далее также по правилам. Хеннел пяй. Мил пяй. Си, пяй. Ой. Хил пяй. Ну и здесь тоже нецел пяй. Кей. Нецел пяй. Нецел пяй. Далее. У нас осталось на что? Или кому? Как сказать мне? Мы не проходили, да, еще это? Миней. Миней. Нет. Си, милей. Опять же, вот это исключение, а далее по правилу. Хеннел пяй. Хеннел пяй. Мил пяй. Хил пяй. Хил пяй. Ле. И нецел. Обратите внимание, что слово нецел имеет основу, не такую же нецел в генетиле. То есть, если мы хотим н-ок присоединить, то будет е там в основе. Например, нецел, нецел, воден. Ну, пяй, например, да, день этого года. День пяй. День чего? Этого года нецел, воден. А во всех, почти во всех, еще у нас там нецелки, но почти во всех остальных падежах основа будет на и. И во внутренних местных падежах, там нецел, 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 пяй, нецел, хет и так далее. И во внешних местных падежах, там везде будет основано и. Так, что-то, какой-то подарок улез. Далее, не знаю, есть у нас время еще или нет. Если закончится, помните, что снова по ссылке переходите и снова начнется. Давайте выполним еще упражнение. Леу да сана, отметьте кожу псанундаха. Под чертой у вас есть слова. И нужно поставить подходящее по смыслу слово, еще и вспомнить о том, что нужно поставить правильный падеж это слово. Давайте переведем, чтобы не терять на это время. Каски с оя, это каски с ручей, деревня такая, да, каски с оя, кюля, деревня каски с ручей, ом ярвен, что-то вам надо добавить. Далее, мы ездим в шокшу, подумайте опять. Линду не иштуб кун, птица сидит на чем-то, да, у дерева. А, под чертой слова эти, которые... Да, да, да. Нужно падеж еще, падеж поставить. Далее, КАЙ КУТЧЕЛ У КАЖДОГО, У КАЖДОЙ ПОГОТА ОМ ИЧИЗА ПЕЗАНИЯ СВОЁ ГНЕЗДЫШКА Дальше. КАЙ КУТТУШТ КАЖДДРУГО ИЧИЗА СВОЙ ВЕДЯП ТЯНЕТ КАЖДОГО КУДАТА ТЯНЕТ Да, КУДА, ПОДУМАЙТЕ, ТЯНЕТ ДАЛЬШЕ. ЮГИ ДАМБА Сначала слово пропущено, надо вставить. ЮГИ ДАМБА РАДАТ ТИЖЕЛЕЕ РАБОТАЕШЬ Потом опять пропущено через запятую, да, слово. ЛЕГЧЕ ЖИВЕШЬ. Далее, опять пропущено. РАБОТА НА УМЕ, опять пропущено. СЛАДКО НА ЯЗЫКЕ. У КОГО-ТО РАБОТА НА УМЕ, А У КОГО-ТО СЛАДКО НА ЯЗЫКЕ. Далее, под чертой перевожу слова. ХЮГИ РАДНИК, ХОРОШИЙ РАБОТНИК, ПАХОРАДНИК, ПЛАХОЙ РАБОТНИК, ЛИНДУЙНЕ, ПТИЧКА, ПОГС, ВЕТКА, КЕЗА, ЛЕТА, КОДИМА, РОДИНА, КЕЗА, опять ЛЕТА. Ну, ДВА ЛЕТА ПО ТОМУЛИТСЯ, ПАХОРАДНИК, ПАХОРАДНИК, ЗИМА И РАДНИК, БЕРЕГ. ПОДУМАЙТЕ. ПОДУМАЙТЕ. ЕЩЕ НУЖНО БУДЕТ ПОСТАВИТЬ, ДА, ПРАВИЛЬНО ОКОНЧАНИЕ? Да, 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 я сказала МАГИДУС, а там МАГАДУС, извините, МАГАДУС, это сон на языке. Я не так прочитала, я не так перевела, естественно. Не МАГИДУС, МАГИДУС это сладость, а МАГАДУС это от слова МАГАТА спать. МАГИД сладкий, а МАГАТА спать, похожие слова, нет, не так прочитала. Можно первое скажу? Давай. КАСКИ ЗОЯ КЮЛЛЯУМ ЯРВИН РАНДАЛЛ. МОЛОДЕЦ, я пишу, давай переведем. КАСКИ В СЛУЧЕЙ ДЕРЕВНЯ НА БЕРЕГУ ОЗЕРО. ХОРОШО, я вот здесь вот вычеркиваю это слово. Ой, не вычеркивается, как вычеркнуть. Вот, вычеркнула. Можно я второе скажу? Давай. МАГИДУС, ШОКСУХУ, КЕЗОЛ. Отлично, переведи. Мы едем в ШОКСУУ ЛЕТОМ. Да, ездим. АйЛТА – это ездить много раз, да, постоянно АйЛТА. Ездим, ездим, да. АйЛМ – это не едем, если бы мы хотели сказать, мы едем, мы АЯМ. АЯМ. Мы ездим, часто ездим летом, да, АЯМ, ШОК, ШОКСУХУ, КЕЗОМ. Молодец, одно слово КЕЗО вычеркиваем. Так, кто хочет следующее? Ну, давайте, ЛИНДУНИ, ИШТОП, ПУН, ОКСУХУ. Отлично, правильно. Птичка сидит... Сидит на ветке дерева. Да, совершенно верно. Птичка сидит в ЛИНДУНИ, ИШТОП, ПУН, ОКСУХУ. На ветке чего? ПУН – дерево. Значит, ОКСУ, опять вычеркиваю. Так, Ольга, вы с нами? Да. Попробуйте следующее. У кого-то, да, у каждого свое гнездышко. У каждой птички свое гнездышко. Это, на самом деле, вепская пословица. Запомните ее. У каждой птички свое гнездышко. А почему окончание там «Л» у ЛИНДУНИ, ИШТОП, ПУН, ОКСУХУ? У каждой птички. А, все, да, точно, точно. Кого? Птички, ЛИНДУНИ, ИШТОП, ПУН, ОКСУХУ? Так, давай, Саша, следующее. Кого куда там тянет? Кайку, то есть каждого. Кодихи. Да, только кодихи нет слова. Коди-то нет у нас. У нас что осталось? ЛИНДУНИ, ИШТОП, ПУН, ОКСУХУ? Кодима. Кодима. Сказать, на родину? Кодима. А, Кодима-Лэ. Да, совершенно верно. Кодима. Кодима. Кайку, то что ты чезы Кодима-Лэ, Веддяб, или Ведяб, одно и то же, да, Ведяб. Как перевести это? Каждого на родину тянет, и это опять пословица вепская. У вас вылезло вот это окно справа? Да, да. Куда это окно? Куда? Вот, отодвинуть, зачем? У меня написано, отодвинуть это окно, я не могу его снять. Желтое какое-то? Все, ушло куда-то. Нет, не ушло. Ладно. Не знаю, как, извините, это у меня реклама. Далее, вот следующее достаточно сложно, но давайте подумаем. Тяжелее работаешь, легче живешь. Летом. Да. Кезал. Кезал. Выгидомба. Радат. Тальвел. Тальвел. Тал, тальвел. Кебнемба элят. Кезал юги дамбарада, тальвел, кебнемба элят. Еще одна пословица. Летом тяжелее работаешь, зимой легче живешь. Теперь у кого-то там работа на уме, а у кого-то сон на языке. Хювел. Хювел. Радникал. Да, хювел. Радникал. Два слова изменяем, да? Хювел. Радникал. Ратумелес. И что осталось? Пахал. Радникал. Пахал. Радникал. 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 Понятно было задание? Разобрали? Хорошо. Панамуштко. Запомни. Ну вот, тут я написала несколько пословий, раз уж коснулись их, да? Панамуштко. Радомелел и келел. Работай умом, не языком. Посмотрите, опять этот падеж. Мелел чем? Келел языком. Тот падеж, который мы проходили на прошлом занятии. Эйракой вягел, а радомелел. Не работай силой, а работай умом. Вягел силой, мелел умом, чем, да? Поэтому эл окончание. Ещё одна пословица с нашими падежами. Лежна ле или лашка ле, это одно и то же. Ленивому. Мехе ле. Кайкин умхубася. Ленивому человеку всегда плохая погода. Всё плохая погода, да? Кайкин. Или всегда. Можно перевести. То есть, посмотрите, кому. Здесь даже нет никакого, в принципе, глагола движения, но подразумевается, кому. Лашка ле, мехе, кайкин умхубася. Ленивому человеку всё плохая погода. То есть, для кого. Итак, мы с вами прошли сегодня ещё два падежа. Успели там всё переписать? Я выключила. Да. Прошли два падежа и закончили внешне-местные падежи, изучение внешне-местных падежей. Теперь мы узнаем с вами и внутренне-местные падежи, и внешне-местные падежи. Будем повторять следующие уроки. То видео, которое я вам прислала ВКонтакте, в группу урока, посмотрите, там все эти падежи ещё раз повторяются, и плюс там будет новая лексика, новые слова. И домашнее задание я вышлю в нашей беседе. Немножко тексты попереводим, потому что мы с вами на грамматике так застряли, и не берём новые слова, и тексты не читаем. Поэтому давайте почитаем. И когда вы будете читать, пожалуйста, обращайте внимание на вот эти окончания, на эти падежи. Так вы и основы будете запоминать, и значение будет укладываться в голове. Обращайте внимание, если видите х, х, у, х, з, вот эти длинные, да, большой этот ряд окончаний. Окончания с, л, п, а, л, и так далее. Выделяйте их себе как-то. Может быть, даже их подчёркивать, выписывать, или как-то с ними отдельно работать с этими словами. Ну всё на сегодня тогда. Как и теле, привет! Олга, терхет, ягод, ходи хет. Спасибо. Увидимся, Ка-пятничан, паста-муртези. Утхи вас, межихи сай. Утхи вас, межихи сай. Наги-мош. Наги-мош.